Израиль выходит из ЮНЕСКО. Это структура ООН, которая занимается вопросами культуры и науки. МИД страны уже готовит необходимые документы. Решение это приняли сразу после того, как о выходе из организации объявили Соединенные Штаты. Из-за чего такой демарш, расскажет Сергей Ауслендер. Отношения Иерусалима и ЮНЕСКО обострились уже давно. Фактически весь последний год Израиль отказывается перечислять деньги этой организации и приостановил с ней все виды сотрудничества. Последней каплей стала резолюция, признавшая храмовую гору в Иерусалиме мусульманской святыней, отрицающая связь евреев с этим местом. Именно на храмовой горе находился иудейский храм, разрушенный римлянами, и там же находится знаменитая стена плача, главная еврейская святыня. ООН обязана хранить мировое наследие. Но ЮНЕСКО, казалось бы, мировая организация, снова и снова издевается над этим наследием самым абсурдным образом. Когда отрицает связь еврейского народа с нашей вечной столицей Иерусалимом. Эта организация позволяет пропагандировать ненависть со стороны палестинцев. ООН поручено соблюдать права человека, но она дает самим нарушителям прав человека обвинять Израиль в нарушении этих прав. Отношения Израиля и разных международных организаций всегда были весьма натянутыми. Та же ООН за последние годы приняла немало резолюций, которые в еврейском государстве были восприняты весьма негативно. Поэтому Иерусалим все время обвинял организацию объединенных наций и ее структуры в предвзятости, но сделать особо с этим ничего не мог до тех пор, пока американским президентом не стал Дональд Трамп. Тот сразу взял курс на поддержку еврейского государства на международной арене и назвал действия ООН вопиюще антиизраильскими. Услышав это, почувствовав такую поддержку, в Иерусалиме, что называется, осмелели и пошли вот на такие крайние меры. Я напомню, что выход США из ЮНЕСКО грозит этой организации весьма серьезными финансовыми проблемами, потому что Вашингтон оплачивал примерно четверть расходов агентства. Сергей Услендер, подробности Ближневосточное бюро, вам телеканал Эйнтер.